С крестным ходом в Пустозерск. Традиционно в первый день весны по старому стилю 14 марта прихожане Богоявленского кафедрального собора отправляются в Пустозерск, чтобы совершить молебен на месте, где раньше располагался один из храмов, канувшего в лету городище. Вместе с ними в путешествие отправилась Ольга Руссол. Подробности далее. Каждую весну белое снежное безмолвие Пустозерска нарушается молитвой. Сюда идет крестный ход. Сначала по реке, на триколах, снегоходах и воздушной подушке. Потом утопая в нехоженном снегу по сугробам заповедного Пустозерска. Прихожане Богоявленского собора идут к намеченной цели. Среди постоянных участников крестного хода представители всех уровней власти. Когда мы говорим о скрепах, это при все духовные скрепы. И поэтому здесь надо уже каждому, ну, наверное, не просто говорить об этом, а просто исходить в своих поступках, желаниях, наверное, именно из этого. Не просто нужно верить в Бога. Нужно еще и уделять свою часть времени с тем, чтобы можно было пообщаться, соприкоснуться, поговорить о любви к ближнему, с тем, чтобы можно было прийти сюда с детьми и передать вот это наше великое веру в Бога, с тем, чтобы каждый был сопричастен. Среди прихожан, отправившихся в крестный ход, немало детей. Они вместе со взрослыми стоически переносят трудности перехода. Я каждый год принимаю участие в крестном ходе. Мне очень нравится, даже если я хожу по сугробам. Согласно традиции, крестный ход проводят в первый день православной весны, 14 марта, на городище Пустозерск, первого города Русской Арктики, основанного в 1499 году. На том самом месте, где раньше располагался соборный храм преображения Господня, проходит молебен. Дата 14 марта. Память святой мученицы Евдокии по православному календарю и начало весны по старому стилю выбрано не случайно. Православные в этот день отмечают прощенное воскресенье. Окончание масленичной недели, сразу за которой последует один из самых строгих постов. И ощущаем, что должны быть достойны этого великого зребия, чести и пути, которым идет в Великой России, неся истину Божию, свет, добро, а в наше время неся это сокровище духовное всему миру, который так оскудел этими насущнейшими добродетелями, без которых не может быть человеческий род. С праздником! И как всегда, какой бы пасмурной ни была в этот день погода, какие плотные облака не закрывали небо над Пустозерском, после молебна вышло солнце. И все, без исключения участники крестного хода, отмечают невероятную благость, которую ощутили по окончании молебна. Когда такие благие дела совершатся, настроение всегда хорошее. И настроение, как вы видели, даже в таком облажном небе, когда идет снег, у нас проявилось солнце, прошел луч. Поэтому это действительно чудо, и я очень рад, что меня пригласили в этот крестный ход. Особые походы, особые походы веры и близости к чувству, близости Бога, потому что здесь особое место и молитва владыки. И вот, и причем ты не думаешь об этом, что происходит, но тут вдруг понимаешь, что что-то произошло. Ты шел туда один, а возвращаешься другой. Иду с благодатью, с Божьей помощью, с благодатью. А нужно для себя, для души, для веры, для того, что здесь было такое далекое прошлое, и тоже все время святое прошлое, да, вот, история нашей России, северокрайнего, нашего округа. Вот поэтому это очень хорошо. Сотрудники музейного объединения в этот день также провели экскурсию и рассказали о Пустозерске. Форпосте русской государственности и русского православия на Крайнем Севере. Для тех, кто побывал здесь впервые. Ольга Русул, Антон Водряков, Телеканал Север.